Компенсационный фонд долевого строительства не сможет полностью покрыть расходы обманутых дольщиков, но даст гарантию того, что деньги не уйдут никуда. В эти дни в Москве прошло Всероссийское совещание профильных ведомств по нововведениям в закон о долевом строительстве. В частности, речь шла о работе компенсационного фонда. Согласно новому закону, на смену страховому фонду приходит компенсационный. Застройщик, который привлекает средства дольщиков, должен внести в него 1,2% от суммы договора. Таким образом, деньги не будут уходить в частные страховые компании, откуда они редко возвращались к вкладчикам, а будут поступать в государственную структуру, призванную в экстренной ситуации направить их по целевому назначению, то есть на возмещение средств людям или в завершение строительства. Если по 214 закону договор просто регистрировался, то сегодня, пока застройщик не оплатит вот эти средства, то есть не упадут на счет фонда деньги от 1,2% от договора, который заключается, Росрегистр не будет регистрировать. И только при наличии внесения соответствующей суммы в фонд Росрегистр будет регистрировать договор долевого участия. Таким образом, мы уходим от двойных продаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова